Телеканал 1 плюс 1 одного раза уже кардинально змінив ее життя. Анна Ходоровська перемогла у Голосі країни и вступила до вишу на вокальне відділення. Можливо, після шоу вишка вона приєднається до сбірної зі стрибків у воду? Ходоровська Анна, я победитель Голоса країни третій сезон. Анна Ходоровська На Голосі країни Аня була наймолодшою і це абсолютно не завадило перемогти незважаючи на те, що вона не мала освіти. Я стала більш сильній, взрослею. Я чітко поняла, щоб достичь своєї ціли і необхідно йти тільки вперед. Ось новий проект, да, і опять наймладший участник. Я тебе кажу, пошли на метр прыгать. Здесь близко сильно все. Шоу-вишка для мене однозначно преодолення страха. Огромно. Вышочка один метр. Здесь вообще не страшно. Тут вже вода, в принципі, ну вот. Ее хто можна рукой взяти і ощутити. Страшно жуть. Мне казалось, що я не спрыгнула. Аня. Не переживай. Все буде хорошо. Вері мене. Ну, просто не понимала, як може бути страшно. І максимально делала все те, щоб все-таки, господи, да прыгни ты уже. Не думай про губину. Не думай. Честно, ну не думай. Я не понимала, чего больше я боюсь. Мне казалось, я ударюшу обиду непосредственно в вышку. І страх того, що вдруг я не вбуду. Я її уговаю в течении 15 минут. Чем дальше я говорю, тем больше я понимал, что она не пойдет. Пришлось брати її за руху. Взялись за руки і прыгнули. Я смотрю на нього, я понимаю, що він не в формі, як минимум. Давай. Раз, два, три. Когда Аня все-таки прыгнула с высоты один метр, она действительно победила свой страх. В одежде первый раз в жизни прыгнула. Я первый раз с метра набирала в жизни. О, ну видишь, пойдем ще. Я еще раз убедилась в том, что Илья очень заинтересован в наших, да, победах таких. Он хочет, чтобы действительно получилось. Аничка чудесная, милая девушка. И я надеюсь, что у нас с ней все получится. Раз, два, голову на груб. И растяну. Аня будет делать половорота с кистей вперед с высоты трех метров. Кошмар какой. Боже мой, ужас. С кистей прыгать – это сложно и страшно. Перед лицом у нее будет край вышки и вода. Пока что я в себе не чувствую уверенности. То есть я могу плюхнуться либо животом, либо спиной. Я понимаю, что придется поработать очень серьезно. Анна Ходоровская начинает сходжение. Один метр. Она решительно идет дальше. И поднимается на три метра. Какая удивительная судьба у нашей участницы Ани Ходоровской. Последний раз мы встречались на сцене, где она, Анечка, стала финалисткой проекта «Голос Краины». И вот сейчас вот трехметровая вышка. А я понимаю, что на всем Одесском побережье найдется, ну, один-два пирса, которые могут похвастаться такой высотой. Аня, это правда, что ты маме не сразу сказала о том, что ты участвуешь в таком экстремальном шоу? Вы знаете, ни мама, ни все мои близкие, собственно, не знают, с какой высоты я сейчас буду прыгать. Они знают, что я рискнула поучаствовать, хотя не понимают, как, потому что я не плавала даже хорошо до проекта. Поэтому все переживают. Не волнуйтесь, я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Аннушка, мне кажется, есть еще один повод, по поводу которого мама, как самый близкий человек, может переживать. Я видел этот совместный прыжок. Я слышал слова Ильи о том, что у нас все получится. Скажи, пожалуйста, это случайность или же тренировки зашли слишком далеко? Ну, Илья, конечно, имел в виду, у нас все получится, мы сможем прыгнуть. Вот, я считаю, что он очень педагогично поступил на нашем первом занятии. И он нашел все-таки способ, как же меня сбросить с этой вышки, да, вот так очень тактично. Поэтому я ему очень благодарна. А чем мы об Илье в третьем лице? Он сейчас здесь, в бассейне. Илья, как слышишь? Андрей, мы с Ильей очень хвилюемся за Аню. Мы держим кулаки, я бачу, до речи, как хвилюется Илья. И я думаю, что именно твоих слов сейчас, вот, я думаю, впевнена, что Аня очень хочет их почути. Анечка, ты умница, не волнуйся и ничего не бойся, я с тобой. Андрею. Обычно после этих слов у женщин начинают расти крылья. И я надеюсь, что сейчас они выросли настолько, что Аня Пархавич совершит свой очень сложный прыжок. Спортивный снаряд твой. Анна Ходоровская готовится выполнить прыжок. Полоборота вперед и стойки на руках с вышки 3 метра. Невероятно страшно оказаться на руках на краю бассейна вниз головой, когда ты даже боишься просто нырять. Когда начала тренироваться буквально месяц назад. Это очень сложный прыжок. Аня Пархавич. Все участники, стоячи облесками, вітают Анну Ходоровскую. Вона зізнавалася, что даже эта дистанция, которую ей доводится долать сюда, просто пливучи, уже для нее подвиг, не те, что стрибок, который она щойно выполнила. Я думаю, что поветренный поцелунок Илли не обоих допомогла Ані. И мы уже ждем сюда. Аня, это все облески тебе. Я уверена, что ты их слышишь. И не за то, что ты спеваешь, а за то, что ты отмеченна. И сегодня подкорила уже свою высоту. Облески. Довго, довго ты плела. Вы знаете, это самая большая, наверное, дистанция, которую я проплывала за жизнь. Вот эти полбассейна. Поэтому это для меня уже подвиг. Вы знаете, я так переживала, как никогда, правда. Я не поняла, насколько хорошо я прыгнула, но я пришла сюда, не умею особо плавать, боюсь высоты воды. Поэтому, ну, мне кажется, что это уже очень круто. Ты молодец. Ты молодец. И мы сейчас уже готовы почути думку наших суворых суддей. Но Дмитро обещал девчат судить не надто суворо. Тоже, ваш вердикт. Насчет девушек я не суров. Я же говорил про это. Ты вообще молодец, так как ты самая молодая участница. И ты исполнила такой, на самом деле, сложный прыжок. Этот прыжок с рук. На самом деле, это очень сложно. Никто не сделал для тебя. Ты была первая. И ты его, можно сказать, на мой взгляд, идеально сделала. Маленький был переход, но это можно считать не ошибкой. Я тебя поздравляю просто. А любовь – это сильное очень слово. Тамара, что вы скажете? Ну, во-первых, Аня, ваша мама может вами гордиться. Вы знаете, мы сидели втроем и все время переживали, доплыла ли ты или нет. Меня все время Дима спрашивает. Она доплыла, Ивова. Она доплыла. Я просто отсюда не видел. Помимо того, что ты прыгнула прыжок, ты еще проплыла дистанцию. У тебя хорошие данные для занятия прыжками в воду. И ты знаешь, в этом прыжке, прыжок с кистей, как сказал Дима, самое главное – зафиксировать стойку. И на тренировках я видела, ты этого не делала. А сейчас ты ее зафиксировала, как ни странно. И даже руки прижала. Поэтому, ну, ты молодец. Я тебя поздравляю. На ней была небо, я капитанка. Володимире, что ты скажешь? Я могу сказать одно. Честно говоря, я вообще в жизни обожаю живых людей. Настоящих. Настоящих, которые не боятся сказать, что они боятся, что они волнуются, что они чего-то не умеют. Но достойны носить такое большое звание, как человек. Вот понимаете? Человек. Вот вы этого достойны. Я восхищен вашим выступлением. Спасибо. И мы хотели зараз выслухать оттенки. 8 баллов. Маленький переход был прыжка. 8 баллов от Дмитра. 7 баллов. Тамара. 7 баллов. Уверенные 9 баллов. Я витаю, я витаю тебя. Ты молодец, молодец. Насправді, я знаю, наскільки тебе было сложно. Я знаю, наскільки ты хвилювалася. 24 баллов. И ты делаешь первое место. С Борисовым Силантилом и Мематиясом. Уявляешь? 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 Нет. Правда, не мы столько. Вже трое учасників опинилися в зоні ризику. Ви бачите це на ваших экранах. Проте шоу триває. И после глядацкого голосования все. Абсолютно все может зміниться. Якщо ви не хотите, аби Ані вже сьогодні довелося стрибати за життя, віддайте за нею свій голос. Телефонуйте 0-900-10-28-07, або надсилайте 07 на короткий номер 9969. Щойно лінії для голосування будуть відкриті врятувати улюблену зірку. Ви зможете одразу після того, як судді оцінять стрибок останнього учасника. А це вже незабаром, адже Аня виступає під сьомим номером. Анічко, я тобі бажаю удачі, я сподіваюся, що глядачі за тебе голосуватимуть. Ти смілива, ти молодець, ти це знаєш? Напевно так, дякую. Отже займай зараз місце з іншими учасниками. Ми прощаємося із Анічкою, і я думаю, що ми продовжимо вже замить. Отже, шоу «Вишка» триває.